так загрузились в этот раз получается прямо с корабля на бал и это у меня новая покупка на мне вот такой свитер с расширенными рукавами что честно не могу на себя смотреть на свои волосы буду но не могу сказать что жаловаться до бегу из швеции все значит едут в швецию на заработки бегут в швецию из латвии а я бегу из бегу из швеции в латвию ну его поеду все прошу поеду одна и мы конечно с вами пробуем это еще одна моя традиция а курточка то пригодилась а вот смотрите биби крем есть слушайте надо попробовать обязательно так загрузились и сейчас уже поедем на огромный привет добро пожаловать на мой канал в моё новое видео давно мы с вами не виделись и это видео выйдет уже после нового года поэтому я вас поздравляю всех с наступившими праздниками прежде всего новый год наше православное рождество наливайте себе чай кофе влог будет длинным и приступайте к просмотру снимаю я это видео до нового года поэтому вы увидите все этапы я буквально бегу убегая из швеции в латвию сейчас загрузились едем на паром и нас ждет очень много что с вами буду вам все показывать постепенно буду вам все снимать у нас в принципе в этот раз получается прямо с корабля на бал у внучки завтра день рождения у нас сейчас ночной рейс мы едем на пароме ночью поэтому завтра с утра в 7 утра паром приходят в латвию и мы едем уже до ёрмала и как я уже сказала с корабля на бал быстро на праздник я вам потом немножечко вкратце расскажу так что рада всех вас видеть соскучилась длительный у нас с вами был перерыв спасибо что все вы собрались у компьютеров или у телефонов ну и давайте начинать мы уже в каюте в этот раз нам повезло потому что нас пустили раньше пустили нас за час то есть можно спокойно уже полежать обычно там ждешь посмотреть какой-то фильм интернет потому что когда плывешь интернета нет у меня кстати я косметику снимаю вот такими салфетками в путешествии и у меня такая дилемма завтра мы приплываем в 7 утра по латвийскому по шведскому времени это по шведскому это в 6 утра и мне надо накраситься то есть или рано утром встать в 6 часов и накраситься так как я вам рассказывала что мы сразу идем на празднование год внучки ну там не то что там какое-то празднование но они сняли детскую комнату и там будут одни родственники у нас родственников 30 человек в любом случае и в общем то надо привести себя порядок а когда будем дома времени не будет время будет только переодеться еще надо в париклахерскую забежать до праздника привести себя в порядок потому что я не могу с такими волосами появляться я должна покраситься давно очень не красилась самой неудобно и в общем не знаю наверное завтра с утра мне в 6 утра придется встать потому что в машине краситься неудобно совершенно там трясет дно и в принципе все эти палетки стану 6 утра и накрашу сейчас уже никакого плана будем ложиться спать потому что сейчас девять часов через полчаса мы отплываем полдесятого посмотрю фильм пока есть интернет и ложусь спать завтра же с вами встречусь с утра всем доброе утро мы в латвии купили кафе юг в общем доплыли хорошо немножечко качала вот так чуть получше да хотя бы свет в общем стало я сегодня 5 утра . накрасилась чтобы сэкономить время и сейчас едем юрмалу быстренько переодеваемся все вам будем показывать так мы уже дома как вы поняли я уже успела переодеться я вам покажу свой аутфит и это у меня новая покупка на мне вот такой свитер с расширенными рукавами и немножко так опустим и это бренд бай малины биргер свитер шерсть альпака здесь очень хороший состав и стоил он около 280 300 евро кстати вот эти свитера они есть и бежем и в черном цвете мне хотелось что-то красное также на мне новая бижутерия вот такие серьги и кольцо это подарок на католическое рождество и в общем то на мне брюки кос джинсы кос слушайте я их так полюбила куплю себе еще в голубом цвете ремень келли мне кажется что в принципе эти джинсы они классические поэтому такой тонкий ремень тоже будет хорошо смотреться сумка сумка девочки сумку я возьму с собой вот эту свою и в сен-лоран мне кажется что она хорошо смотрится потому что у меня такой не совсем официальный стиль это все-таки детское день рождения не хочу там знаете сильно как-то наряжаться сумка и сейчас накину пальто покажу это все классическое пальто у меня вы знаете филиппа к и кстати этот цвет тауб и красный они не спорят такой контраст тоже на мой взгляд все хорошо смотрится надо тут продеть единственное пояс в общем вот такой аутфит сейчас шарф и пойду сначала парикмахерскую потому что честно не могу на себя смотреть на свои волосы совершенно все я вижу что нужно краситься все сумка вот такой у меня аутфит я думаю что вы видите все я побежала сижу сейчас возле елочки девочки наконец-то я накрасилась почему так получилось почему я запустила потому что у меня сейчас моя подруга меня красит у меня другая покраска раньше могла сама себе дома корни лориале экселленс я покупала номер десять помните вы меня всегда спрашиваете чем я крашусь а сейчас она мне делают двойную покраску корни немножечко темнее и вот такой вот переход протяжку поэтому мне дома очень сложно самой краситься нет у нас год ей день рождения год там где-то у нас 35 человек будет одни родственники нас так много в день рождения внучки рассказы почему поэтому такая проблема но буду стараться больше себя не запускать и подберу подберут мне краску и сама буду себе тоже прокрашивать в перерывах между парикмахерскими в общем такие дела посмотрим что получится покажу вам немножечко салон пока там моего мужа тоже обрабатывает а я сижу с покраской очень красиво приятный салон вы монти постоянно что хожу кстати называется skystum и перла вот у меня подруга хозяйка там она работает владеет этим салончиком хочу вам показать просто такое быстрое включение свою покраску в принципе особо ничем не отличается но у меня корни и пол головы тон наверное на 2 тонна темнее да но чем красиво все получилось я довольна наконец-то вот сейчас похоже на человека и едем собственно на праздник покажу вам вот такая детская комната но наша маленькая как раз сейчас плачет она такая красивая покажу вам вот такой тортик смотрите какой красивый тот на день рождения ну все уже сфотографировались но пока не попробовали спасибо у нас красивая как раз идет на ручке к сыну но капризничает уже немного ну красавица вот такие вот у нас закусочки но это для взрослых но блогер в работе ну и как классно с днём рождения ну и уходи ура 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 девочки доброе утро так Возьму сейчас кофеёк и буду с вами болтать. С утра пью всегда кофе-лате. Так, ну что? Что у нас сейчас? У нас 30 декабря. Завтра, собственно, Новый год. И я с вами решила поболтать. Я в домашней обстановке. Я очень не люблю... Вот вы просто удивитесь. Реально сейчас. Но я так люблю дома, в домашней пижаме. Никуда не ходить, никуда не наряжаться. Наверное, для кого-то это будет странно. И, возможно, даже не поверите. Я так не люблю... Вы знаете, все эти примерки, сборы. Я просто люблю домашнюю атмосферу. Какие-то встречи, тусовки. Вот для меня день дома, вот так вот валяться, ничего не делание. Это для меня супер подарок. И такой, знаете, супер радость. Господи, я немножко камеру наклоню. Ну, а то я как-то далековато от вас получаюсь. Сейчас буду... Ну, не могу сказать, что жаловаться, да. Последнее время, я не знаю, бывает у вас или нет. Но у меня вот накопилась такая усталость. Из-за того, что было много работы. Я... Это не канал. Естественно, что канал – это мое хобби удовольствия. Меня канал не перегружает. Я старалась снять больше контента в декабре. Ну, как, не знаю, получилось, не получилось. Для меня это больше, а для других это мало. Старалась снять больше контента. Но была очень большая загрузка на моей основной постоянной работе. Собственно, на которой я и зарабатываю. Основной мой заработок. И я действительно, знаете, вот уже была такая усталость, я вам не могу передать, что такое внутри вот раздражение, да. И раздражение просто уже оно сидит. И когда вот хочешь стеснуть зубы, еле сдерживаешься. Конечно, у меня такой девиз и принцип. В принципе, он должен быть у всех врачей. Никогда не сорваться на пациенте. Пациент никогда не должен чувствовать, что вы недовольны, раздражены или что вы устали. Потому что пациенту еще хуже, чем вам. И когда пациент приходит и говорит, что вот я была там у того врача, и я недоволен, я больше туда не пойду. Потому что врач такой раздраженный. Врач уставший уже от самого себя. Это ненормально. И у меня такой принцип. То есть, естественно, на работе я сдерживаюсь. Я даю все, что я могу. Самые лучшие услуги. Самые лучшие. У нас это называется медицинский сервис. Швеция медицинский сервис для пациентов. Ну, естественно, что дома или где-то на улице, значит, вот это раздражение. Ты релаксируешься, расслабляешься. И, знаете, до того дошло, стоишь на кассе, и какой-то мужик впереди с карточкой. Туда-сюда, что-то у него там не идет или дед. И ты прям уже вот такой, что хочешь. Я вот просто поймалась на мысль, что хочешь прямо, знаете, стиснуть зубы и вцепиться в него. Вот такое раздражение накопившееся. Наверное, это у каждого бывает. В общем, что-то с нервишками. Надо попить какие-то травки. Но у меня это очень быстро проходит. Вот неделя отдыха, и я прихожу в норму. Не знаю, как вы. И почему я написала в заголовке «бегу из Швеции». Все, значит, едут в Швецию на заработки, бегут в Швецию из Латвии, а я бегу из Швеции в Латвию. Вот именно потому, что я поняла, что мне нужен отдых, я больше не могу. И был такой момент, что, возможно, Патрик мог не поехать или приехать позже. У него было очень много работы. Он мне говорит, возможно, ты поедешь сама, а я приеду. Я думаю уже, ну его, поеду все брошу, поеду одна. Правда, на пароме я как представила, один раз я ехала на пароме одна. Это, знаете, еще такое удовольствие. Ты на машине, и это не круизный паром. Сейчас получше уже, конечно. Но в основном это такой перевозочный паром. И так как это не круиз, то там очень много дальнобойщиков, водителей. Ну вот так. Но я уже так один раз ехала. То есть опыт у меня есть. Думаю, ладно, все нормально. Я со всем справлюсь. Тем более я справляюсь. Единственное, там потом дорога, ты уставший после парома, а потом дорога в Энспилс-Юрмала. Два с половиной часа. И потом у нас получалось с корабля на бал. Но в итоге все получилось нормально. Короче, он поехал. Конечно, это мне намного легче. Это мне все это облегчило задачу. И в итоге все нормально. И вот уже прошло два дня. Я более-менее пришла в норму. Понимаете, работа, она обязывает держать себя. Вот моя работа, она обязывает держать себя в рамках. И никогда, ни в коем случае не показывать, что у тебя творится внутри. Плохо тебе, хорошо. Какие у тебя проблемы. Пациента это не касается. О том, что еще раз говорю, что если ты не можешь себя сдерживать, то я думаю, что и не нужно тогда выходить на такую работу. Работать врачом тогда и не нужно, если ты не можешь сдерживаться. Потому что все-таки это особая профессия. И никогда, знаете, человеческий фактор, я думаю, что отношение человека к человеку, все-таки даже в наше сложное экономическое время должно быть превыше всего. И вот это, конечно, еще загубляет, потому что ты должен себя сдерживать где-то, да. А у тебя уже там все бурлит, бурлит, бурлит. Ну, со всеми мы справляемся. Ну что, девочки, скоро у нас Новый год. И, естественно, что 31-й я днем выйду к вам и расскажу про несколько своих традиций. Лично моих несколько традиций. И немножечко расскажу вам про салат Оливье тоже, какие у меня нюансы в приготовлении. Так что оставайтесь. На сегодня, наверное, все. Не буду больше ничего снимать. Буду сейчас валяться, отдыхать, смотреть что-то по телевизору, по компьютеру, какой-то сериал. И уже завтра с вами встретимся. Влог этот, я думаю, что будет у нас с вами длинный. Потому что давно с вами не виделись. Так что оставайтесь, девочки, на моем канале. Увидимся. С утра кофе лата. Это обязательно у меня. Всем добрый день. У нас 31 декабря. И, собственно, час икс настал. И чем я занимаюсь? Я режу салат Оливье или зимний салат. И у нас, у меня есть несколько традиций. И несколько лайфхаков этого салата, с которым я сейчас с вами быстренько поделюсь. Ну, естественно, что у меня не кулинарный канал. Поэтому я не буду долго показывать и рассказывать. Первая традиция. Когда я режу салат Оливье. Девочки, посмотрите, у меня уже здесь много. Я обязательно смотрю фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Это лично моя традиция. Никого больше в семье, естественно, что это не интересует. Но у меня вот такая традиция. Обязательно, когда я режу салат, я смотрю этот фильм. Это мне придает, знаете, все-таки какое-то такое праздничное настроение. Ну, в общем, я так привыкла. Далее, в салат, я вам хочу сказать, я не знаю, но я обязательно кладу свежий огурец. Вот я нарезала, да. И обычно все кладут консервированный зеленый горошек. Вот у нас в семье все любят консервированный зеленый горошек. Но я кладу вот такой вот зеленый горошек. Я его размораживаю, и я добавляю в салат именно вот такой зеленый горошек. И тогда ваш салат, получается, его уже нельзя назвать зимним. Это все тот же оливье, но он немножечко, знаете, приобретает такое весеннее настроение и весенний вкус. В общем, мне очень нравится. Попробуйте. И самое главное, конечно, это заправка. В заправке я беру простой майонез у меня здесь и просто небольшой лайфхак. Простой майонез, любой вы можете взять. И смотрите, девочки, в майонез я выдавливаю хотя бы половину мандарина. Буквально немножечко, да. Половину мандарина. В принципе, даже если мандарины маленькие, как у меня, можно выдавить и побольше. Это придаёт такую пикантность, немножечко цитрусовый вкус. Вы не будете в салате чувствовать цитрус, но вы будете чувствовать немножечко сладковатость. В общем, очень классный лайфхак. Всё вот так вот перемешиваем. Майонез приобретает такой, знаете, красивый розоватый цвет. У нас, кстати, очень-очень темно. Я вот сейчас, у меня искусственное освещение. Поэтому, как обычно, в самый ответственный момент у меня села батарейка. В общем, майонез, как я уже вам рассказала, я сейчас перемешала. Добавила мандарин. И добавляем вот эту вот заправку. Так, вот, девочки, подвину немного салат, чтобы вы видели. Ну и заправляем, собственно, салат. Да, сколько нам нужно майонеза. Напишите, как вы делаете. Добавляете вы свежий огурчик или не добавляете? И какой горошек вы используете? Очень интересно. Потому что я пересмотрела очень много рецептов на YouTube перед Новым годом. В основном, конечно, это всё классические рецепты. Кстати, майонеза много не нужно. Не нужно, чтобы салат плавал в майонезе. Но я думаю, что, кстати, вот с первого раза я практически хорошо добавила. Это вот такой лайфхак по, как я готовлю салат оливье. Ну и ещё у меня есть обязательно одна традиция. После того, как я сделала салат, а это днём, это... Пока остановлю, чтобы вы меня слышали. Это днём, это не вечером. Я обязательно ем свой салат. И вот у меня всегда такая пиалка, да. Я себе приготовлю. И я пробую. И днём после приготовления я ем салат оливье. Очень красивый, кстати, получился салат. И здесь видны, посмотрите, видны все ингредиенты. И зелёный горошек очень красивый. В общем, я ем салат оливье днём. А вечером за столом я никогда уже не ем салат. И мы, конечно, с вами пробуем. Это ещё одна моя традиция. Классно. Кстати, в салат я положила у меня здесь и мясо, два вида колбасы и даже курица. И потом каждый уже по вкусу добавляет соль и перец. Вот такое уже появилось рождественское, новогоднее. Ну и заодно и рождественское настроение. Так что с наступающими вас праздниками! Девочки, ну что, последнее приготовление. Всё приготовлено, всё закончено. Мы провожаем с вами 2023 и встречаем 2024 год. Я тут вышла по-быстрому к вам, чтобы хотя бы поздравить вас уже с наступившим 2024 годом. Потому что получается так, что будете смотреть моё видео уже в новом году. Также с наступившим Рождеством. Наверное, уже видео выйдет и после Рождества. Но ни выйти, ни поздравить я не смогла. Иначе это было бы неправильно. У нас очень темно. Я нашла в доме самое светлое место и присела. Конечно, хочу прежде всего поблагодарить так, как меня смотрят мои зрители, подписчики. Хочу вас поблагодарить, что вы были со мной в 2023 году. Хочу поблагодарить вас, что вы мне доверяете. Что вы подчёркиваете, что я... Вы видите, что я стараюсь для вас быть искренне. Что я, в принципе, вообще стараюсь для вас. Что я стараюсь вести свой влог с каким-то таким теплом, с какой-то душой. Вы это замечаете. И это действительно так. Потому что для меня самое главное... Вы знаете, в жизни и так у нас очень много холода. В жизни и так у нас очень много негатива. Поэтому я стараюсь, чтобы мой влог, мои видео приносили вам только позитив. Это не значит, что в моей жизни только позитив. Или вокруг меня только такие позитивные, положительные люди. Конечно, нет. Все мы живые люди. И у всех есть свои проблемы, какие-то негативные ситуации. Но я хочу, чтобы возле меня, возле вас собиралась только позитивная, положительная энергия. Я хочу, чтобы меня смотрели, вы комментировали. Чтобы вокруг нас с вами, даже в комментариях, были только положительные, позитивные комментарии. Если это какая-то критика, то она мягкая, она адекватная, она конструктивная. Это все нормально. Помните, что мы сами создаем всегда атмосферу вокруг себя. Конкретно блогер создает атмосферу вокруг своего канала сам. И в принципе, какой блогер в основном, такие у него и зрители, и подписчики. И я вижу у вас отражение себя, как бы свое зеркало. Меня это очень радует. Мне кажется даже иногда, что вы, мое отражение лучше, чем я. Если я могу так выразиться, вы понимаете, что я имею в виду. Я основательно делаю эти выводы, потому что я читаю все ваши комментарии. А под видео у меня достаточно много комментариев. Я думаю, что моя аудитория, она даже намного умнее. Она намного мудрее. Она намного интереснее, возможно, даже, чем ваш блогер. То есть это я. Конечно, в 2024 году мы будем с вами. Я надеюсь, что все будет нормально. Очень надеюсь, что этот год, год будет легче. Этот год дракона. И, конечно, я отдельно поздравляю, наверное, драконов с наступающим Новым годом. Ну и естественно, что тигр. Я тигр. И все мы... Я знаю, что у меня много подписчиков, зрителей тигров. Для тигров это будет очень хороший, классный год, как я читала. Так что я вас поздравляю. Ну и естественно, что поздравляю тоже. И все знаки. И, конечно, немного волнуюсь, потому что, когда такое поздравление, это какая-то некая официальность. А я, ну я не знаю, я не очень такой официальный человек. Вы, наверное, замечаете, что я достаточно простой человек в общении. Да, ну простой это не значит глупый. Простой это все-таки, мне кажется, в данном случае плюс. Хочу вам пожелать, естественно, мира, добра. Основное это, конечно, мира и добра. Каждому из вас хочу пожелать здоровья, личного счастья. Если вы одиноки и вдруг встречаете Новый год в одиночестве, не страшно. Иногда в одиночестве тоже очень даже полезно быть. Но я вам желаю в следующем году встретить свою половинку или встретить друга или подругу, с которой вы можете встретить свой Новый год, который вас согреет. И, в общем, чтобы следующий год был теплее, чем этот год. Это самое главное, чтобы у вас было больше радости, больше позитива, больше каких-то творческих идей, больше вдохновения. В общем, чтобы у вас было больше положительного, позитивного настроения, чтобы все ваши близкие, родные были здоровы. Это самое главное. И чтобы вы тоже, как я уже сказала, были здоровы и физически, психологически и духовно. Это самое главное, что я хочу пожелать. Сейчас вот жду. Вот-вот приедет моя внучка. Я уже буду заниматься детьми и внучкой. Ну и, наверное, вам покажу стол. Наш такой новогодний стол, что мы приготовили. Уже не буду подробно все рассказывать. Просто, наверное, возможно, вам интересно. Так что вам по-быстрому покажу. Еще раз всех с наступившим 2024, с наступившим Рождеством. Но я буду продолжать этот влог, естественно. И увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возможно, какие-то украшения. Хотим заехать на Рождественский Маркет. Я надеюсь, что он еще есть. Так что я вам показывала в Швеции. Покажу тоже, как выглядит Рождественский Маркет в Латвии. Так что еще раз всех с наступившими праздниками. Надеюсь, что вы провели их спокойно, умеренно. Ну и в то же время спокойно, это не значит скучно и весело. Мы провели очень спокойно, может быть, даже где-то и скучновато, но все-таки, потому что у нас маленький ребенок в семье. Но, знаете, спокойствие, мне кажется, это равно стабильность. Поэтому я люблю такие спокойные праздники. Давайте не будем долго затягивать и поедем. У нас за бортом минус 12. Так что, девочки, мой пуховичок очень даже и пригодился. В Швеции у нас было минус 5 максимум. Я тоже его надевала. Очень хорошо он держит, в принципе, тепло. Но мы посмотрим. В Латвии у нас больше влажность. Минус 12. Это может ощущаться как минус 15, минус 18. Посмотрим, потом, возможно, я вам расскажу, как вот он держит тепло, заявленное или нет. Ну, все, давайте, поехали. А курточка-то пригодилась. Минус 12, но ощущается как будто бы минус 25. Итак, мы с вами дошли до Домской площади. И здесь у нас рождественский базарчик. Сейчас буду вам показывать. Ну, конечно, честно сказать, долго ходить не буду. Не будем, потому что очень холодно. Плюс в том, что практически нет людей. И, в принципе, это хорошо. Нам повезло. Здесь есть и такие кафешки. Можно перекусить. И сейчас будет латвийская национальная еда. Уже вам немножечко все покажу вот эту красоту. Самое главное, наша центральная елка. Такая вот красота. А здесь, наверное... А, здесь вот такой вот, посмотрите, глек по-шведски. Можно выпить. У нас это называется в Латвии горячее вино. Латвийская национальная кухня. Тоже сосиски, окорок. И очень красивая инсталляция, как и средневековая. Видите? Конечно, гремит музыка, но я надеюсь, что вы видите. В общем, конечно, базарчик лучше, чем в Швеции. Точно вам скажу. Более такой, знаете, средневековый вайп. Так как очень холодно, здесь можно погреть ручки возле печки. Тоже все предусмотрено. Очень много у нас тоже изделий, видите, из шерсти, из войлока. Это, кстати, тоже наша национальная вся выделка латвийская. Так, ну и, конечно, выпечка и пирожки. В общем-то, это у нас святое. Ну, это просто красивый вид Старой Риги и Домского собора. Пришли в галерею-центр. Смотрите, как интересно сделано. Слушайте, мне галерея и наш центр очень напоминают ГУМ. Конечно, возможно, это слабое подобие, но как-то так напоминает. 6 лет назад была в Москве, а перед этим 15 лет назад не была. Очень мне понравилась ГУМе. Ну и вот наша галерея-центр. А вы знали, что Бальман? Тут, конечно, освещение не очень. Тоже есть косметика для волос, шампуни, кондиционеры. Вот шампунь. Кстати, а вот это вот что такое? Это вот спрей. Я как-то не знала. Но, в общем, есть вот такая вот косметика, маска для волос. Вот так вот. Я в нашем Дугласе, в латвийском. Кстати, у нас есть косметика корейская Эрбориан. И вы мне как-то советовали от Эрбориан BB крем. А я знаю, что есть очень классный крем для глаз. Такой с охлаждающим эффектом. Вот такой для глаз я вижу, но он без охлаждающего. Сейчас вот посмотрим. Пока я не вижу BB крем. А, вот смотрите, BB крем есть. Слушайте, надо попробовать обязательно. Цен здесь, конечно, нет. Но... А, цена есть. 42 евро. Но тоже не бюджетненько. Так, ну что, купила по вашей рекомендации BB крем. Вот этот Эрбориан. Знаете, какой плюс? Здесь SPF 20. И мне дали скидку 20%. У нас были скидки 20%. То есть, получается, так он стоит 42.99. Но у нас в Латвии, черт говоря, Дуглас дорогой. Вот 20% скидка, считайте. Так, и вот у них только два цвета. Я взяла цвет Клэр. В общем, я довольна. Я вам, кстати, могу порекомендовать. Я попробовала его классный. Такой легкий-легкий-легкий. Такой эффект свежести дает. У нас тоже, кстати, в Латвии и в Риге есть Аркет. И в Швеции я так часто не захожу в Аркет. И я вам даже ни разу не делала влог из Аркета. А в Латвии, вот думаю, может быть, зайти вам все-таки сделать отдельный влог. Видите, вот такие цвета. Бежевый, белый, черный. Классика. Такая сумочка. Но я думаю, что мы отдельно с вами сделаем шопинг-влог. Но магазин достаточно большой. Смотрите. Магазин большой. И, кстати, внутри даже у нас есть кафешка. Это интересненько. Наверху в галерея у нас, в галерея-центр, такой фудкорн. В общем, здесь очень много различных видов еды представлено. Мы заказали грузинскую кухню. Вот так, перекусить хачапури заказали. Харчо на всех. Сейчас принесут, я вам покажу. В принципе, ничего особенного, но тут такое чисто, вот даже я видела, грузины готовят. Будем надеяться, что будет вкусно. Так, вот мы заказали харчо. Все заказали. Видите, они еще дают вот такие грузинские экстра. И у нас три харчо. Также у нас хинкали. Сейчас я вам покажу хачапури. 45 евро заплатили за все. Да, примерно так. Можем поменять. Мы еще заказали на всех харчо. Ой, не харчо. Значит, это хачапури. Но это не по-аджарски. Это закрытые. И вот такие вот хинкали. Сейчас поделим. И я думаю, что будет вкусно. Выглядит все вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok. Смотрите, как в Юрмале красиво. Но народу вообще нету. Мы приехали в Балтик-бич отель в Юрмале. Сейчас хотим пойти в спа. Сейчас я вам немножечко покажу. У нас вечер. Здесь такая система, что надо бронировать на 2 часа. Но достаточно хороший спа. И немного народу. Посмотрите, как красиво у них на территории. Как классно все украшено. Праздники прошли. Но украшения еще остались. Так что сейчас все вам покажу. Все-таки очень красиво. И посмотрите, как здесь все классно сделано. Прямо сказка тоже, да? Конечно, не сравнить то, что я вам показывала в Швеции, как украшается дом. Но тоже красиво. Ой, посмотрите, какая здесь красота во дворе. И елка. Посмотрите, как все красиво сделано. В общем, любоваться и любоваться. Праздничное настроение немножечко продолжается. Кстати, внутри в гостинице я даже не знала. Здесь даже есть бутики. В общем, можно купить одежду и даже какую-то обувь. Просто чтобы вы знали. Если вас интересует, то вот здесь вот возможность такая есть. А здесь вот тоже такой бутик. Видите, какой? Видите, какой? Субтитры сделал DimaTorzok всем доброе утро слушайте у нас по-прежнему минус 12 хочу вам показать что я сегодня одеваю принципе на мне вот такой у меня ответ но на мне все тот же пуховик вы не представляете я так довольна что я в последний момент закинул этот пуховик потому что когда я смотрела прогноз у нас было минус один но я все-таки на всякий случай его кинула и он очень-очень даже пригодился сейчас из него прямо не вылезаю да хотел вам показать свой но на самом деле никакого аутфита здесь нет сейчас я иду по делам город и иду к врачу у меня такие профилактические осмотры и просто вам хотелось поздороваться с вами я думаю что сегодня увидимся постараюсь так чтобы камера не тряслась зафиксироваться я сейчас еду город но я думала как-то вам сделать отдельный шоппинг-блог тоже что-то поснимать вы знаете вчера походила по центру по магазинам я очень извиняюсь если камера дрожит походила по центру по магазинам и у нас очень многие магазины закрылись и есть вот эти вот скандинавские сети коз массима дути не скандинавские арки от в общем то что я могу вам снять в швеции но я подумал очень хочу вам сделать такое у солнышка но все равно сейчас минус 14 показывает шоппинг но я еще заметила что людей все меньше и меньше в латвии как-то я уже говорила вы мне сказали там праздники но праздники праздниками но не настолько же меньше и многие магазины закрываются то есть я смотрю торговые площади они совершенно пустые так что конечно картина такая знаете не очень радужная на самом деле но постараюсь все-таки сделать отдельный шоппинг-блог вам хотя здесь у меня много дел каждый день какие-то дела плюс еще на три дня приедет ко мне внучка оставят ее буду буду с ней эти дни конечно я никуда не буду выезжать ничего не буду планировать ну в общем посмотрим будем надеяться что все у нас с вами получится и увидимся то девочки я вышла от врача как бы все нормально сейчас заехала в свою любимую кафешку взять кофе латте и уже поеду домой я думаю что я буду заканчивать свой влог сего не сегодняшняя вообще до несколько дней я вам все снимала но мы конечно с вами увидимся это не последний мой блог это только первый у нас с вами блог в этом году такой немножко и праздничной много я в этом блоге с вами болтала надеюсь вы это любите вы часто пишите что вы любите когда я с вами разговариваю на какие-то темы болтаю постараюсь для вас снять еще шопинг-блог здесь в латвии что-нибудь найду что-нибудь мы с вами надыбаем все таки и я вас всех люблю помните а давайте начнем этот год достойно с хорошим настроением с новыми планами позитивно с новыми эмоциями и будем ставить перед собой новые такие достижимые цели и главное чтобы все без стресса хорошо все увидимся мой кофе уже приготовили и всем пока я люблю вас ваша ольга а